Друзья, всем привет! Сейчас середина мая, нахожусь в Московской области и сегодня будем сажать рассаду ромашки, садовый или, как ее еще называют, невяник. Это сорт Майфилд, я его вырастил в этом году из семян. О том, как я выращивал, как сеял семена, у меня есть отдельное видео, там много интересных, я даю рекомендации по выращиванию этого растения. Сорт достаточно интересный, высокий, срезочный. Ну и сейчас я вам показываю лоток с семенами. Смотрите, как она густо у меня здесь зашла. Примерно посеял я ее в середине марта. Подготовил я грядочку. И первое, что я вам хочу сказать про это растение, ну, во-первых, это одно из самых моих любимых декоративно цветущих многолетних цветов, невяник. Очень давно я его выращиваю. Есть у меня разные сорта, названия которых я, в принципе, не помню, но они мне очень нравятся. Я вам их часто показывал. Растение многолетнее, достаточно зимостойкое, но лучше оно зимует под легким укрытием. Можно укрывать лапником, можно укрывать агроспаном. Лучше сохраняется, конечно, под укрытием, потому что корневища склонны к оголению от земли. То есть, корень нарастает как бы вверх у этого растения, часто оголяется. И в морозные, особенно бесснежные зимы, часто бывает ромашка вымерзает. Но при этом это растение очень холодостойкое. Еще несколько дней назад у нас в Московской области была очень холодная погода. Ночью у нас были заморозки до минус 3 градусов. В северных областях, в северных регионах, точнее, нашей Московской области, были еще более низкие температуры до минус 5 градусов. И у нас установился на некоторое время снежный покров, достаточно серьезный. То есть, снег лежал вот на этой грядке, которую я вам показываю, буквально еще 2 дня назад. Ромашка, садовый невяник, оказалась очень холодостойким растением. То есть, перенесло оно вот эти заморозки без всякого укрытия, в том числе снежный покров, снегопад, без всякого для себя ущерба. Сейчас я вам покажу кустики, которые в прошлом году я пересадил на эту грядку. Здесь рядом растут. Вот, смотрите. Вот кустики ромашки или невяника, которые абсолютно не пострадали от снегопада и достаточно серьезных ночных заморозков. Поэтому я пришел к выводу, что это растение очень устойчивое, потому что мне его удалось испытать в таких сложных условиях. Вот, получил такой я опыт. Думал, что ромашка у меня не выдержит, погибнет от заморозков, тем более и от снега, который у нас установился на некоторое время. Но, тем не менее, все с ней хорошо. И сейчас я буду рассаживать вот эту ромашку из лотка и покажу вам, как я это делаю. Для начала я просто аккуратно переверну этот лоток. Вот, смотрите, кстати, какая корневая система. Здесь просто все в корнях, все в корнях. Без потерь, конечно, не удастся так совсем аккуратно поделить эти растения, что-то повредится. Но, надеюсь, что некоторое количество кустиков, пучков с кустиками, я бы даже сказал, удастся аккуратно извлечь. Вот так вот сейчас, вот, видите, вытряхнул. Сажал я, кстати, их, если вы посмотрите видео мое о посадке, гнездовым способом. То есть, вот видите, получается, когда в отдельные луночки. И вот она у меня вот хорошо делится на небольшие такие кустики. Так аккуратно разделяю. И вот такими кустиками я буду по отдельности сейчас рассаживать вот эту площадь. Здесь у меня примерно около, может быть, полтора квадратных метра на грядке свободных. Я их засажу ромашкой садовой. Сложностей с посадкой ромашки вообще никаких нет. Земля, единственное, должна быть плодородная, рыхлая. Не должно быть сорняков. Чистая должна быть земля. Ромашка очень любит богатые гумусом плодородные почвы. Это важно. На них она показывает себя в своей максимальной красоте. Ну и, конечно, ромашка достаточно влаголюбивое растение. Помните об этом, что ее рекомендуется поливать особенно в засушливые периоды лета. Выкопал небольшую я ямку глубиной. Тут, наверное, около, может быть, 10 сантиметров. Помещаю сюда пучок с растением и прикапываю. Глубоко прикапывать не надо. У ромашки, повторюсь, поверхностные корни. Глубоко ее сажать не нужно, заглублять. Она найдет свое оптимальное положение со временем. Ну и, конечно, после посадки растение необходимо полить. Как вы видите, я в посадочную ямку никаких удобрений не добавлял, так как у меня здесь земля хорошая, плодородная, насыщенная, и в том числе и перегноем. Поэтому подкормку я сделаю примерно через 2 недели, когда растение укрепится в грунте, тронется в рост. И вот будет первая азотосодержащая подкормка на данном этапе роста ромашки проведена. Посадил я рассаду ромашки. Обратите внимание, расстояние между соседними растениями примерно около 25-30 сантиметров в ряду. И между самими растениями примерно такое же расстояние. В дальнейшем, если ромашке будет тесновато, ее можно будет рассадить пореже. Но вот пока она у меня будет расти вот в таком виде. Естественно, что растения я полил. Немножко они сейчас подвятшие после пересадки. Но пройдет несколько дней, растения восстановятся и начнут активно вегетировать. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова